Всем привет! Это Хедлайнер, обзор самых важных событий из мира культуры, искусства, шоу-бизнеса и не только. Сегодня вы узнаете. В Южной столице состоялся долгожданный концерт группы «Лимбиски». Чувственный танец от Регины Вандышевой на «Мисс Мира». В Алматы презентовали новый альбом Батырхана Шукенова. Где в Алматы за один вечер можно услышать пение академического хора, выступления народных оркестров и много прекрасной и разножанровой музыки. Конечно же, там, где она живет, в стенах колледжа имени Чайковского. В Южной столице прошел торжественный концерт в честь праздника «День первого президента Казахстана». На днях в Алматинском колледже имени Чайковского состоялся торжественный концерт в честь «Дня первого президента Казахстана». Мероприятие посетили почетные гости, среди которых были Светлана Назарбаева, Марзия Турлыханова, Даулета Бенов и другие. В празднично украшенном холле их встречали девушки в национальных костюмах и студенческий духовой оркестр. Поздравляем с праздником! Учащиеся колледжа представили слушателям интересную программу выступлений. Мы несколько недель готовились к этому концерту, потому что все наши студенты, многочисленные коллективы, которые у нас есть в колледже, они проявили такую инициативу и большим удовольствием захотели участвовать в этом концерте. В этот вечер прозвучали композиции в исполнении Оркестра народных казахских инструментов и ансамбля домбристов. Музыканты покорили слушателей мастерским исполнением папури на темы казахских кюев. Порадовали своим творчеством и вокалисты, исполнив любимую песню главы нашего государства «Весна на Заречной улице». А вот хор отделения академического пения подарил гостям песню Елем Менен. Концерт собрал полный зал благодарных слушателей, тепло встречавших каждое выступление молодых музыкантов, которые прекрасно исполнили все произведения. Карлога Шабова, Ельнур Касиман, хедлайнер. Громко, горячо, страстно это случилось. «Лимбискет» зажгли в Алматы. Самый ожидаемый концерт культовой нью-метал группы собрал тысячи фанатов. Женя Шеребжанова попытается передать атмосферу этого шоу. Концерт культовой американской группы «Лимбискет» собрал тысячи фанатов. Поклонники до сих пор не верят в то, что увидят своих кумиров воочию. «Чего ждете от сегодняшнего концерта?» «Супер драйва, взрывы эмоций». «Я не могу передать, как можно написать такую гениальную песню». «В планах офигенно тусануть. Надеюсь, все будет за Шибенский. И огромный респект». Знаменитости предстали перед публикой в строгих костюмах. Гитарист Уэс Борлан, всегда выделяющийся необычными масками и черными линзами, на этот раз разукрасил лицо. Ребята отыграли такие полюбившиеся хиты, как «Rollin», «My Generation», «Take a look around». Также они исполнили относительно новые композиции. Для особых ценителей рок-музыки сюрпризом стали каверы на песни «Нирвана». Реакция зрителей говорит сама за себя. На протяжении всего концерта Фред Дёртс повторял, что сам не может поверить происходящему, и постоянно благодарил собравшихся зрителей. В толпу пришедших нью-металлисты бросали то бутылки с водой, то полотенца. Но самое вкусное они припасли на финал. Прекрасный концерт. Я очень рад, что все-таки группа доехала. Алма-Ате всегда везет либо на первую дату, либо на последнюю. Сегодня последняя дата в туре, так что мы счастливы. Это очень масштабное шоу, первые такого уровня группы в Казахстане. В соцсетях сам Фред отметил, что их первый концерт в Казахстане – это по-настоящему историческое событие. Потрясающее шоу! Спасибо! Поздравляю! Сегодня мы с вами сделали историю. Шоу стало финальной точкой масштабного турне «Мани Сакс Тур». Со сцены лимпы пообещали приехать к нам с новым альбомом. Что ж, ждем в гости. Женя Шеребжанова, Тимур Нугманов, хедлайнер. Казахстанская Анджелина Джоли Регина Вандышева прошла во второй тур на международном конкурсе «Мисс Мира». Об этом 23-летняя красавица сообщила на своей страничке в Инстаграме. На первом этапе Регина представила чувственный танец. Через несколько секунд вы сможете его лицезреть. Регина Вандышева – девушка коммуникабельная. Она успела подружиться с представительницами разных стран. И в своих социальных сетях «Мисс Казахстан-2014» рассказывает, насколько теплые взаимоотношения складываются между соперницами. На протяжении этого месяца более сотни участниц будут бороться за звание «Самой красивой девушки планеты». На днях прошел первый отборочный тур шоу талантов. Регина исполнила красивый танец в стиле контемпорари. На его постановке работала казахстанский хореограф Екатерина Мамонова. Стоит отметить, что на прослушивании конкурса танцев Регина предстала в образе от дизайнера Аиды Кауменовой. Имя победительницы «Мисс Мира-2015» будет известно 19 декабря. Но уже сейчас вы можете поддержать нашу соотечественницу. Для этого необходимо проголосовать за нее в приложении «Мисс Уорлд». Нелли Ергалиева – хедлайнер. Баттер навсегда останется в сердцах своих поклонников. В Алматы прошла презентация нового альбома Баттерхана Шукенова «Аманат». В сборник песен вошли 10 композиций, которые ранее не издавались. В альбоме все голосовые треки записаны самим Баттерханом. Композитор Куат Шильдибаев признался, что диск планировали выпустить давно, но из-за внезапной кончины народного любимца пришлось вырывать песни из контекста. Новый альбом «Аманат» презентован при поддержке фонда имени Баттерхана Шукенова. В ближайшее время фонд планирует организовать 7-дневный фестиваль имени артиста, фотовыставку и снять документальный фильм о музыканте. Также в планах создать культурный центр в Алматы, посвященный певцу. А 8 декабря во Дворце Республики состоится концерт «Баттерлифс». Главная задача, на которой мы сосредоточены, это, конечно же, памятный концерт, посвященный Баттерхану Шукенову. Готовимся, репетируем. Очень будет грандиозный, интересный концерт. Будет очень много известных, популярных и уже близких друзей Баттерхана приедут с Россией. На памятном событии прозвучат знаменитые песни в исполнении друзей Баттера. Нелли Ергалиева, хедлайнер. Энн Хэтуэй готовится впервые стать мамой. Об этом проговорились представители актрисы. Тем временем герцогиня кембриджская Кейт Миддлтон опубликовала в социальных сетях две любопытные фотографии. Энн Хэтуэй и ее супруг Адам Шульман впервые станут родителями. Слухи о беременности актрисы появились несколько месяцев назад. Но тогда знаменитость опровергла все сплетни. Сейчас же она не скрывает свое интересное положение и даже позирует на фото папарацци. Герцогиня кембриджская Кейт Миддлтон показала миру два снимка малышки Шарлотты, которой в этом месяце исполнилось полгода. Британцы были восхищены внешностью принцессы и отметили, что девочка удивительно похожа на свою прабабушку Елизавету II. Голливудская звезда Мэри Кейт Олсен вышла замуж. Ее избранником стал 46-летний брат экс-президента Франции Николай Саркази Пьер Оливье. Свадьбу сыграли в Нью-Йорке. Все прошло в строжайшей секретности. Гостей попросили даже выключить телефоны и фотокамеры. А вот знаменитый портрет Моны Лизы был переведен в трехмерное изображение. Это было сделано в рамках нового проекта для слабовидящих «Невидимое искусство». А в «Стране восходящего солнца» главную роль в фильме исполнил не человек, а робот по имени Эф. Это живая кукла. Технологический шедевр японских ученых. Поразительно. Но она умеет разговаривать, улыбаться и двигаться. Правда, ходить пока робот не умеет. Куклу уже прозвали первой механической кинозвездой. Жанар Тургумбаева, хедлайнер. Что уже не модно? Какие антитренды замечены в нынешнем сезоне? Сейчас вы узнаете, от чего вам нужно срочно избавиться в своем гардеробе. Пару советов вам дадут и казахстанские звезды. Интеллигентная сдержанность – таков девиз нынешнего времени. Поэтому лучше избавиться от откровенных нарядов и очень коротких юбок. Модельеры советуют отдать предпочтение силуэтам свободного кроя. Сейчас все дизайнеры ратуют за натуральность. Я очень давно не хочу надевать вечерние наряды. Не знаю, для меня это сейчас антитренд. Или я их переносила, или у меня их настолько много, что мне их девать некуда. Мне сейчас нравится вообще вот очень-очень-очень просто. И я себя чувствую очень хорошо. Высокие каблуки – тоже антитренд. В моде обувь на плоском и небольшом устойчивом каблуке. В обиходе даже появилась современная пословица. Чем выше уровень самостоятельности женщины, тем ниже ее каблук. Ну а подделки известных брендов – это уже отдельная тема. Нынче это называют мавитоном. Да и только. Лучше купить туфли за какие-то там, ну скажем, 10-15 тысяч сенге, нежели подделку, по которой видно, что это подделка, что это причем не самая лучшая подделка. И вот эта вот красная подошва на такой бешеной платформе с тонким каблуком. Вот многие до сих пор эти туфельки носят, тоже посоветовала бы уже не носить. Это не красиво, не стильно и не модно уже давно. Конечно, многие девушки утверждают, что наряжаются для себя любимых. Но не стоит отрицать тот факт, что главным образом мы хотим радовать мужскую половину. Низкие посадки, да, как шаровары они называются. Афганы. Ну афганы, не знаю, ну не знаю, простите, конечно, я не модник, но мне больше нравится, когда девушка нравится, она одевает платье длинное, короткое, неважно, но это чтобы это было платье, потому что никакие джинсы, никакие там кофточки не заменят платье, которое делает любую женщину, девушку очень женственной и привлекательной. Также примите во внимание своеобразный рейтинг антитрендов, который составили зарубежные дизайнеры. На пятом месте расположились такие вот платья и юбки. Далее следует некогда популярная прическа в греческом стиле. Бронза досталась джинсам с низкой посадкой. Сереброжи завоевали, кроссовки на танкетке. И на первом месте в этом списке – угги. Нелли Ергалиева, сержант Мельдиханов, хедлайнер. Наши казахстанские спортсмены просто молодцы. На днях фигурист Денис Тен занял второе место на турнире в Германии. А боксер Антон Пинчук одержал победу над Дэвидом Графом в рамках квалификационного олимпийского турнира. Самые актуальные новости из мира спорта в нашем следующем сюжете. Порадовал нас и казахстанский борец греко-римского стиля Алмат Кибисбаев. Он стал победителем финального Golden Grand Prix в Баку. В финале наш спортсмен одержал победу над борцом из Узбекистана Ельмуратом Тасмурадовым. Что касается командных видов спорта, то хоккеисты Бориса на своем льду одержали победу над Подольским Витязем со счетом 4-1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. И немного о личной жизни казахстанских спортсменов. Капитан клуба «Кайрат» Бауржан Исламхан на собственной свадьбе исполнил композицию «Белая роза» группы «Кабриолет» и посвятил ее своей супруге. Напомним, свадьба Бауржана прошла в городе Тарас. Избранницей футболиста стала девушка по имени Ирки Жан Талгатбекова. Жанар Тургумбаева – хедлайнер. Сегодня в эфире телеканала «Хит-ТВ» был объявлен старт вечернего шоу «Студия Мьюзик». В рамках этого проекта объявлен конкурс «Караоке». Как оказалось, любителей петь очень много и до сих пор к нам поступают сотни заявок. В связи с этим мы решили отодвинуть начало этого шоу на некоторое время. Но совсем скоро вы увидите этот фееричный проект на экранах своих телевизоров. Так что кастинг продолжается. Кто знает, может именно вы станете следующим счастливчиком. А время нашей программы подошло к своему логическому завершению. Смотрите хедлайнер каждый день. И не забывайте подписываться на наш аккаунт в инстаграме – собачка-хит-тв-кз. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok